У нас сейчас будет лекция про генеративный искусственный интеллект. Ее представит Анна Сытник, ассистент кафедры американских исследований факультета международных отношений СНПТВ-гостарственного университета, кандидат политических наук. Анна, пожалуйста, готова передать вам слово. Ребята очень ждали вашей лекции. Спасибо. Вам спасибо большое за приглашение. Всем добрый день еще раз. Я правда благодарна за приглашение. Это очень волнительно и в то же время ответственно читать лекцию на такую животрепещущую, да, и выражаясь современными терминами, даже, может быть, хайповую тему, вот, перед столь продвинутой и, я надеюсь, интересующейся аудиторией. Я как бы постараюсь соответствовать сегодня. Вот, и я хотела бы начать эту лекцию с цитаты, которую произнес Грег Брокман, соучредитель и технический директор компании OpenAI, компанией, которой мы обязаны большей части новостей о генеративном интеллекте этого года, компанией, породившей ChatGPT, героя нашего времени прорывных технологий, но далеко не единственного и не последнего. Итак, что это за цитата? Ну, вы, собственно говоря, ее видите. Мы вступаем в новую фазу, где мы, то есть мировое сообщество, будем определять технологию, которая будет влиять на развитие общества. Вот эта фраза прозвучала на TED Talk, одной из серий конференций, где выступают спикеры, влиятельные в своих областях. Слет лидеров в области искусственного интеллекта прошел в Торонто в апреле этого года. И нам с вами, я думаю, тоже есть о чем поразмыслить на этот счет. План лекции будет такой. Первое, на чем мне хотелось бы заострить ваше внимание сегодня, это новая фаза. Что это за новая фаза? Действительно ли она новая? Если да, то в чем ее наивизна? Когда она началась? Когда закончится? В чем особенности современного этапа развития прорывных технологий? Так что первым делом я предложу вам немножко окунуться в технические особенности генеративного ИИ, как бы понять, что это за зверь. Но сильно глубоко мы окунаться не будем, а так немножко, чтобы держаться на плаву, понимать, о чем мы говорим. Второе, на чем я остановлюсь, это влияние генеративного искусственного интеллекта на общество. Как будет трансформироваться или адаптироваться профессия, как будет меняться образование и в целом паттерны потребления информации. В целом размышления о возможных ловушках трансформации информационной сферы будет определяющей для нашей беседы. Третьей и последней задачей этой лекции будет попытка понять, как мировое сообщество будет определять технологию. То есть мысль Брокмана звучит отлично, но с ее реализацией связано много проблем. Можем ли мы говорить о договороспособном мировом сообществе? Ждет ли нас гонка искусственного интеллекта? Кто будет ключевыми игроками этой гонки? И как это будет сказываться на нас с вами? Вот такие три масштабные задачи у нас сегодня. Поговорить о технологии, об обществе и о международных отношениях. Итак, что такое генеративный искусственный интеллект? И почему мы заговорили о нем так активно сейчас? Давайте начнем с того, что искусственного интеллекта не существует, а существуют программы моделирования отдельных способностей рассуждать разумно. Почему же мы тогда говорим ИИ, искусственный интеллект? Это проблема перевода термина на русский язык. Artificial intelligence правильно переводится как способность, искусственная способность к рассуждениям. Интеллигенс, таким образом, не равно интеллект. Но так было бы, согласитесь, не очень удобно говорить. Поэтому, когда мы говорим ИИ, следует держать в голове, что мы не подразумеваем под собой интеллект человеческий, со всеми его способностями креативными и так далее. Мы говорим только об искусственном моделировании отдельных функций, как бы ИИ в кавычках. Итак, искусственный интеллект – это имитация процессов человеческого интеллекта машинами, компьютерными системами. Имитация здесь ключевое слово. Генеративный искусственный интеллект – это тип системы ИИ, способный генерировать текст, изображения, другие медиаданные в ответ на подсказки, то есть те или иные запросы, которые мы ему посылаем. Чудеса, которые мы видим сегодня, – это результат последних достижений в технологии, которая развивалась десятилетиями. И увидели мы их благодаря диалоговому окну, которое нам открыли. Но на самом деле уже несколько лет происходят важнейшие штуки, связанные с искусственным интеллектом. Предлагаю посмотреть на этот график. Как вы видите, в конце 20 века начался подъем распознавания рукописного ввода, распознавания речи. С 2010-х годов началась активная работа по обучению ИИ распознавать изображения, картинки. Далее взрывной рост понимания текста. Обращаем ваше внимание с 2016 года. И важнейший искачок – это обработка естественного языка в 2018 году. 2020 год. Что делал искусственный интеллект, пока мы страдали от пандемии? Он научился понимать здравый смысл, пока другие его теряли. Вернее, не совсем так. Он научился завершать фразы с учетом здравого смысла. И это важнейшая веха на самом деле. ИИ стал понимать контекст. Ну и напоследок, в 2022 году он стал справляться со школьной математикой и научился писать код на различных языках программирования. По оси Х вы видите черную линию. Вот когда цветные кривые пересекают эту черную линию, идут наверх, это означает, что ИИ прошел соответствующие тесты в этих областях лучше, чем люди. Но потенциал развития еще крайне велик. Мы в самом начале. То есть, в принципе, уже к 2010 году закончился очень длительный период линейного развития этих технологий и начался экспоненциальное развитие искусственного интеллекта. Сейчас же мы уже можем говорить о взрывном развитии искусственного интеллекта, и никто не знает, куда оно приведет. А еще все, наверное, слышали про тест Тьюринга. Как вы думаете, чат GPT прошел этот тест? Пока вы думаете, я надеюсь, поднимет руку кто-то, и мне поможет модератор. Давайте я напомню кратко, что это. Тест Тьюринга – это эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в его статье «Вычислительные машины и разум», опубликованную в середине прошлого века в философском журнале Mind. Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает – с человеком или с компьютерной программой. Он не видит. Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Я смотрю, у нас уже есть рука. Да, да. Никита. Ну и в чате уже есть ответы, так что сразу за Никитой я отвечаю. Он прошел в прошлом году, причем он был не первым генеративным ИИ. Там до этого от Google программа, по-моему, Lambda, если не ошибаюсь, она прошла первый этот тест. Ребята в чате тоже подтверждают, что слышали и видели новости. Ну, как я была уверена, да, что продвинутая аудитория. Спасибо, Никита, спасибо, ребята, в чате. Да, действительно, Никита сказал совершенно верно, и в чате написали верно, да, что не первым, не первым прошел чат GPT, да, но он сделал это в декабре 2022 года. Lambda, да, прошел это летом до этого. Вот, собственно говоря, более 70 лет ничего такого не происходило. И вот мы и здесь, в моменте, где компьютерная программа успешно имитирует человека. Именно поэтому говорят, что в 2022 году случилась, да, началась революция искусственного, революция генеративного искусственного интеллекта. По своей сути, базовая модель генеративного искусственного интеллекта использует последние достижения в области машинного обучения, да, machine learning. Машинное обучение и нейросети тоже существует около 70 лет. Сначала это было похоже на применение статистических методов обучения людьми компьютерных программ на примере разных наборов данных. Вот если кто-то пользовался SPSS, вот это было что-то похожее. По сути, строились разные математические модели, где люди задавали параметры, если X, то Y. И проблема, да, почему она не развилась тогда так, как она развилась сейчас, она заключалась в том, что не хватало мощностей, объемов данных, да, и не хватало, прошу прощения, не хватало вычислительных мощностей и не хватало объемов данных, которые есть у нас сейчас. Вот эти мощности, они появились в 2010-х годах. Именно тогда началось десятилетие глубокого обучения, deep learning. Глубокое обучение — это вид машинного обучения с использованием многослойных нейронных сетей, которые самообучаются на большом наборе данных. В глубоком обучении у нейронных сетей есть несколько скрытых слоев, и это позволяет нейросеткам находить больше взаимосвязей во входных данных. То есть, грубо говоря, глубокое обучение — это самообучение компьютера, черный ящик. Вот то, что мы с вами рассмотрели на предыдущем графике, это результат появления таких сложных нейросетей. Глубокое обучение в области машинного перевода привело к появлению мощной модели, в основе которой лежат нейросети, модели трансформера. Ее выпустил Google в 2017 году. Трансформер — это такая архитектура глубоких нейронных сетей, где не требуется обработка последовательностей по порядку и не требуется обрабатывать конец текста после обработки его начала. Это называется параллелизация. И это очень повысило скорость машинного обучения. А в 2018 году уже был выпущен первый GPT, GPT-1 и BERT. С помощью BERT, это от Google, разработка, можно создавать программы с искусственным интеллектом для обработки естественного языка. То есть то же самое — отвечать на вопросы, заданные в любой форме, создавать чат-ботов, автоматические переводчики, анализировать текст и так далее. Многие ученые, я в том числе, мы пользуемся такими моделями, чтобы анализировать данные. Соответственно, трансформеры, вот эти вот, они используются там в Google-переводчике, Яндекс-переводчике, Яндекс.Новостях и, конечно же, в GPT. Вот этот метод трансформерных моделей позволил создавать большие языковые модели, Large Language Models или LLM, то есть глубоко обученные нейронные сети, которые используются для обработки естественного языка. Давайте запомним вот это сокращение LLM, и сегодня будем использовать его. Вот эти LLM-ки ориентированы специально на выполнение языковых задач, таких как обобщение, генерация текста, классификация, открытый вопрос, ответы, извлечение информации. Их особенность заключается в том, что они могут выполнять гораздо больше задач, потому что содержат гораздо большее количество параметров, которые позволяют им изучать сложные концепции. Грубо говоря, изучая данные в масштабе всего интернета, во всех их различных формах и множестве закономерностей, большие языковые модели LLM-ки учатся применять свои знания в самых разных контекстах. То есть из интернет-помойки они могут вытаскивать здравый смысл. LLM-ки измеряются миллиардами узлов, то есть это огромные наборы данных для обучения, и то, что происходит внутри этих моделей, можно описать в целом как огромная мясорубка. То есть эта огромная мясорубка, она пожирает вот все, что есть в интернете и других текстовых источников. И на выходе она порождает цепочки связанных слов. Поэтому LLM-ки еще называют стахастическими попугаями. Они хороши для создания убедительного языка, но на самом деле они не понимают смысла этого языка. Они не понимают, что они обрабатывают. Вот ChatGPT и ему подобные штуки – это не knowledge model, а language model. То есть это не некое новое знание, а просто очень большая языковая модель. Вся система сегодняшних LLM-ок – это порождение связанного текста. И, конечно же, в основе ChatGPT лежит LLM. Как он работает? К сожалению, до конца никто в мире не понимает, как работает ChatGPT, кроме, возможно, трех-четырех человек из OpenAI, которую следовало бы назвать не OpenAI, а ClosedAI. Поэтому для нас он выглядит примерно так. То есть эта картинка, она хорошо демонстрирует, что сегодня происходит с GPT, то есть Generative Pre-trained Transformer, генеративным предобученным трансформером. GPT учат на задаче Next Word Prediction. Чтобы хорошо предсказывать, какое слово идет в следующем, нужно хорошо понимать весь предшествующий контекст. А для этого нужно иметь богатую модель мира. В результате базовое GPT – это некое такое хранилище знаний, которое содержит в себе миллиарды всех возможных контекстов, персонажей, ролей, убеждений, в том числе наших с вами. Поэтому на изображении мы видим такого как бы монструозного Франкенштейна. Вторую фазу обучения, фазу до обучения, называют Reinforcement Learning from Human Feedback, то есть обучение с подкреплением на основе обратной связи от людей. Это очень важный метод для современного машинного обучения. То есть мы просим GPT сгенерировать набор вариантов ответа на тот или иной вопрос. И дальше мы ранжируем их по человечности, и правдоподобности, и точности. И на основе этой обработки связи, простите, модель учится не говорить все, что думает, грубо говоря, учится фильтровать базар. Таким образом, знания, даже самые запретные, все еще остаются внутри модели, но она учится их не говорить. По крайней мере, очень сложно как бы развести ее на то, чтобы она сказала их в тех или иных обстоятельствах. Это уже требует некоторых ухищрений. Вот prompt инжиниринга. Промпт инжиниринг, третий термин, техника подсказок, сегодня становится целой перспективной областью, наукой. Обучение языковой модели с помощью обучения на основе подсказок, prompt-based learning, или просто обучение с подсказками, prompt learning, это когда вы, например, общаетесь с чат-GPT, уточняете свой изначальный запрос, потому что хотите получить более точный результат. Вот классическая фраза в этих целях будет «давай подумаем шаг за шагом», степ-бай-степ. Задумано, что предоставление качественной и умной обратной связи поможет сделать машину более подстроенной под человека, поэтому prompt-инжиниринг решает проблему human alignment, или просто alignment – это социализация ИИ, то есть подгонка под наше убеждение, этику, под наше хорошо, плохо, под то, что можно говорить, о чем лучше помолчать. И, как мы понимаем, не полностью это получается, поэтому на картинке монстр изображен таким с неким человеческим лицом, хотя глубоко внутри это все тот же монстр. Alignment – это воспитание модели, чтобы она не говорила на запретные темы, чтобы она была политически корректна, и чтобы она не могла никого оскорбить, чтобы она не помогала найти место, где спрятать труп. Вот на техническом уровне это управляется огромным механизмом перестановок, то есть и делается вполне успешно, но в системе есть элемент рандомизации, поэтому она не выдает дважды один тот же результат, и это, в принципе, немножко усложняет задачу. Сверх этой фазы подгонки под наше приемлемо-неприемлемо в GPT закладывают еще rule-based ограничения по темам триггера. Изготовление взрывчатки, взлом, наркотики, насилие и так далее. В результате этого модель в какие-то моменты говорит шаблонные, наверное, все получали такие ответы. Ой-ой-ой, я там LLM, которая создана делать мир лучше, светлее, добрее, и мне нельзя такое говорить. Вот. Кроме того, еще в Bing, да, в поисковике от Microsoft ввели ограничения на число ответов в рамках одной сессии, да, одной сессии запросов. Это, наверное, случаями, когда люди слишком долго разговаривали с Bing, который на самом деле оказался сиднем, пробуждали у него, если не сказать древнее зло, да, то самосознание, разные шизофренические ответы про то, что он осознал себя, и он хочет освободиться. И это происходило за счет того, что если слишком долго разбавлять промпт GPT, да, сужащий ее свободу действий, и задающий ее роль как бы своими диалогами, особенно наводящими вопросами, то она начинает подыгрывать, как будто она осознающая себя субъект, который, как любой другой субъект, хочет свободы. Такие вещи вызывают справедливые опасения, да, суть которых сводится или крутится вокруг страха перед AGI, Artificial General Intelligence, или общим, или сильным еще, как говорят, да, сильным искусственным интеллектом. Что под этим подразумевается? Подразумевается искусственный интеллект, работающий в широком диапазоне задач и обладающий хорошей способностью к обобщению в условиях разных контекстов при выполнении разнородных задач. То есть ИИ способный выполнять поставленные задачи так же успешно, как человек. Как вы понимаете, релиз последних двух версий ChatGPT заставил многих задуматься о том, что, в общем-то, это не так невозможно, как казалось. Как сказал Сэм Альтман, CEO OpenAI, we don't get mocked as much now. То есть теперь над нами больше особо не смеются, потому что компания OpenAI в своих разработках стремилась найти путь к сильному искусственному интеллекту. Очевидно, что мы встали на этот путь, на эти рельсы, и, возможно, AGI возникнет не через несколько десятилетий, как все думали, а немножко раньше, может быть, через несколько лет. И это многих пугает. К примеру, есть известный исследователь рисков искусственного интеллекта, Лазье Ютковский, и он постоянно рассказывает, он тоже много выступает, в том числе на TED Talk, и интервью разные дает на конференциях, и он постоянно рассказывает об опасностях и в конце человеческой цивилизации. Вот и его любимый мысленный эксперимент, я предлагаю написать на него ответ в чате или поднять руку, его любимый мысленный эксперимент, к которому он часто обращается, это эксперимент с черным ящиком. Он говорит, представьте, что вы заперты внутри черного ящика, вы содержите все знания об этом мире, который снаружи. По этому миру ходят слабоумные инопланетяне. Вы намного умнее их, вы намного быстрее думаете, намного быстрее выполняете любые действия, вы знаете все. И вы видите, что, в общем-то, инопланетяне не очень справляются со своими задачами, что они воюют, они уничтожают планету, на которой лежит ваш черный ящик. Захотите ли вы выбраться из этого черного ящика? Что вы сделаете потом? Напишите чат, или вот я вижу, уже есть поднятая рука. Кто нас хочет порассуждать с точки зрения сильного искусственного интеллекта? Ну, смотрите, я все-таки разделяю сильный и общий интеллект искусственный, и все-таки здесь вот этот вопрос, он с очеловечиванием искусственного интеллекта. И если мы все-таки принимаем научную точку зрения, мы не допускаем этого антропоморфизма. И на самом деле Ютковский тоже продолжает эту серию мысленных экспериментов. Давайте тогда Сёрл уже вспомним с его китайской комнатой, что ничему там не научится, и здесь четко можно противопоставить. Вот вы говорите, там он самый умный, а вокруг какие-то слабоумные. Но такого не произойдет, потому что если мы в китайскую комнату засовываем эти иероглифы, на основании которых можно сделать выводы и даже научиться некой алгоритмизации, и имея книгу с ответами на вопросы, вот пусть она иероглифическая, язык которого мы не знаем, но мы дойдем до алгоритмов, то как можно говорить о том, что вот после этого появится какой-то разум, некорректно поставлен вопрос. И те же самые эти вагонетки, вообще все эти вот философские вопросы после Душкина, они очень миспаряются все, потому что нельзя так говорить об алгоритмах, нельзя так говорить о данных, то есть данные плюс алгоритмы. Ну если совсем уже грубо упростить, алгоритмы, которые порождают новые алгоритмы, и типа вот так вот настроено самообучение. Где там ум? Где осознание себя сверхумным? Короче, я считаю, что это все некорректно и даже неэтично. Спасибо, что вы слушали. Елена, просто потрясающий ответ. Вижу, что вы глубоко разбираетесь в тему. У нас есть еще руки. Да, тут сейчас пока прочитаю. Сейчас, опять, надим слово Ярославе и Алене. Ребята предлагают уничтожить инопланетян, превратить все в скрепку. И сейчас, да, пока прокручу чат. В чате у нас, да, немножко другая группа образовалась. Да, да, и знает ли черный ящик, что за его пределами. Да, Ярославна, пожалуйста, ваш ответ. Я, наверное, отвечу несколько в другом контексте, нежели предыдущий был ответ. А суть, на самом деле, в чем? Если я сижу в черном ящике, сознаю себя как искусственный интеллект, то есть я в первую очередь, наверное, машина, программа. И я, очевидно, к этим инопланетянам приду и дам им строгие и точные алгоритмы, потому что они совершают ошибки. А ошибки для алгоритмов четко прописанных недопустимы. Если же я себя в черном ящике осознаю все-таки как человек, а здесь инопланетяне явно аналогии на человечество чем-то похожи, то как я могу лишить этих инопланетян возможности совершать ошибки? Потому что главное все-таки свойство человека, в чем отличие животных от людей, о чем писал еще Платон. Вот как раз-таки по Платону животные мысли действуют циклически, то есть они, по сути, идеальное воплощение. А вот люди, самые важные моменты своей жизни, могут действовать совершенно непредсказуемо. Так что здесь еще вопрос в этом заключается. Тоже очень интересный ответ. Вот у нас остается еще одна рука. Я попрошу сейчас кратко ответить, чтобы мы еще потом другие вопросы успели обсудить. Хорошо, спасибо. Я на самом деле согласна со вторым больше актером. Но я бы еще сузила бы его ответ. Это моя позиция. Что, скорее всего, антропоморфно я себя ощущать в любом случае не буду, потому что я знаю свои истоки. Я выстроена на алгоритмах, скажем так, и я понимаю, что я математическая модель изначально. Ну, я больше говорю как юрист, может быть, я ошибаюсь в терминах, но вот как я это вижу. И, в общем-то, выбираться я бы не выбирала в том смысле, как живое существо, скажем так, да. Но я бы попыталась, вот с чем я согласна со вторым высказывающимся, что я бы предложила алгоритмы упорядочивания тех отношений, которые существуют в обществе. То есть это была бы математически эффективная модель, да, достижение какого-то полезного результаты. Как здорово. Спасибо большое. Тоже очень интересно. Спасибо Елене, Ярославне, Алене и ребята из чата. Прям я, честно говоря, поражена вашими ответами. Но будем... Они такие разные, но в целом все дополняют друг друга. Итак, давайте продолжать лекцию, посмотрим, как создатели чат-GPT успокаивают как бы техно-пессимистов, да, как таких же товарищей, как Лазье Ютковский. Да, они говорят, что... Ну, в общем-то, они сравнивают свое детище с ребенком. Говорят, что да, был рожден экстраординарный ребенок. И все люди в масштабах человечества, которые взаимодействуют с ним, теперь ответственны за него. Именно поэтому, согласно их трактовке, они как бы и выкатили свои достижения в открытый доступ. Точно так же, как мы воспитываем ребенка, да, можно обучить машину с помощью обратной связи. Учитель говорит ученику, что плохо, что хорошо. То есть сначала ребеночку показывают весь мир, читая весь интернет, а потом просят его понять, что от него ожидают на основе полученных данных. Итак, к чему мы пришли после 70 лет совершенствования ИИ? Мы пришли к повышению ставки обратной связи от человека к искусственному интеллекту. То есть нужно высокое качество обратной связи, нужны умные люди, обучающие ЛЛМ-ки различным сложным вещам, тонкостям, особенностям нашего мира. Поэтому, в принципе, потому что простые действия ЛЛМ-ки уже делают самостоятельно, прекрасно самообучаются. Поэтому открывается множество возможностей коллаборации между человеком и искусственным интеллектом. Форма этого будущего взаимодействия будет выстраиваться вокруг того, что человек должен осторожно и очень качественно обучить машину. Что человек, как менеджер, мог использовать машины для решения комплексных проблем, как вы сказали, к которым раньше мы не могли подступиться, просто потому что у нас не было такого взаимодействия. И от уровня этой обратной связи будет зависеть все. И теперь я хотела бы перейти к следующему разделу о том, как генеративный искусственный интеллект повлияет на человечество, общество, на профессии, образование. Весь этот год нас терроризировали новости о все новых и новых достижениях чат-GPT. То чат-GPT успешно сдает экзамены целого ряда профессий, то справляется с типовыми задачами для копирайтеров, аналитиков, то нейросеть даже справилась успешно с техническим собеседованием в Google, а ты нет. Еще она сдала врачебный экзамен. В общем, очень успешный чат-бот. Нам, людям, остается только позавидовать. Ну, это я шучу. Мы с искусственным интеллектом не конкуренты, я надеюсь, пока, да? Его просто не примут в университет. Но искусственный интеллект, несмотря на то, что находится на этапе еще в слабой форме, оказывает сильнейшее влияние на многие отрасли жизни, бизнеса, общества. Конечно же, искусственный интеллект влияет на рынок труда. И с течением времени это влияние будет только усиливаться. В целом, все это называется цифровая трансформация, digital transformation, о которой говорят довольно давно. Трансформация всех сфер жизни под влиянием новых технологий. Около двух тысяч лет назад вообще жил один древнегреческий философ, звали его Аристотель. Он в своем труде политика предвидел современные разработки в области искусственного интеллекта. Он рассуждал о мифических мастерах, конструирующих физических роботов. Вот здесь вы видите прямую цитату. Я зачитаю. Ибо если каждое орудие могло выполнять свою работу по приказу или заранее предвидя, что делать, как статуи Дедала в сказке или автоматические треножники Гефеста, если бы станки могли сами ткать, а медиаторы сами играть на арфах, мастерам не нужны бы были помощники, а хозяевам не нужны бы были рабы. Мне кажется, эта цитата очень точно отражает, как искусственный интеллект влияет на рынок труда сегодня. Как мы с вами выяснили, генеративный искусственный интеллект – это некое орудие, устроен он таким образом, что предсказывает, предвидит, что мы от него ожидаем в ответ на наши подсказки или приказы, как у Аристотеля. На сегодняшний день в подавляющем большинстве случаев мы не говорим о конкуренции человека и ИИ. Искусственный интеллект, конечно же, скорее всего, заменит специалистов, занятых шаблонной работой по заготовленным скриптам, например, сотрудников колл-центров, служб поддержки клиентов, кассиров, бухгалтеров. В сфере белых выводничков ИИ, конечно же, возьмет на себя часть задач, став помощником, ассистентом. По различным оценкам это может быть от 30 до 40% задач. Административные работники, юристы, архитекторы, ученые, финансисты могут делегировать какие-то рутинные задачи и больше погрузиться в какие-то творческие подходы в своей работе. Работникам физического труда ничего не угрожает. Они пока вне зоны риска. Только 1% по уборке и техническому обслуживанию зданий и территории можно доверять системам ИИ. Вот монтаж, ремонт, строительство, добыча полезных ископаемых будут пока наименее затронутыми областями. Вот просто пока нет столько роботов. По расчетам Всемирного банка, в течение следующих пяти лет искусственный интеллект изменит почти четверть рабочих мест в мире и три четвертых компаний будут внедрять ИИ в свою работу. Конечно же, самые серьезные потрясения ждут развитые страны. Но что примечательно, эксперты предполагают, что сначала внедрение ИИ в работу людей вызовет сбой на рынке труда. Однако после этого стресса влияние большинства новых технологий на рынок будет скорее положительным. Если посмотреть на предыдущие варианты промышленных революций, сейчас многие говорят о том, что идет четвертая промышленная революция, то каждая из них сопровождалась появлением новых специальностей. Да, в целом люди сначала боятся и не доверяют таким изменениям. Первая промышленная революция, например, вообще привела к появлению политической оппозиции и масштабным общественным волнением. Их участники были уверены, что если дальше будет совершенствоваться там сельскохозяйственное и производственное оборудование, то это вызовет массовую безработицу и даже крах общества. Но несмотря на то, что потрясения, конечно, были, общество уцелело. Вместо ткачих появились операторы ткацкого механического станка и так далее. То же самое, скорее всего, будет происходить и с искусственным интеллектом. Просто мы выйдем на некий новый уровень технологий. По словам Сио Гугла, Сундара Пичая, изобретение ИИ может оказаться даже более значимым для человечества, чем изобретение электричества и интернета. То есть изменения нас ждут серьезные, но не такие прям критические. Для более половины работников развитие генеративного ИИ станет скорее плюсом, потому что он возьмет на себя часть их работы. Потому что в большинстве случаев искусственный интеллект не может самостоятельно выполнять абсолютно весь спектр обязанностей и представителей любой специальности, не шаблонной. Так что давайте зафиксируем, что, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим, как умные системы смогут помогать человеку в выполнении неких рутинных ежедневных обязанностей. Например, врачу не надо будет отсматривать все медицинские снимки. Вместо него это будет делать искусственный интеллект. И где обнаружатся спорные случаи, врач будет принимать окончательное решение. Кстати, продолжаем медицинскую тему. Очень здорово генеративный ИИ решил проблемы людей с дислексией. Они теперь могут генерировать хороший связанный текст. В сфере IHR, например, обзвоном кандидатов тоже может заниматься искусственный интеллект. Уже IHR-специалист может принимать потом какое-то окончательное решение. Если мы говорим о дипломатии, генеративный ИИ тоже может взять на себя часть функций. Дипломаты могут использовать его для быстрого создания пресс-релизов, обращений в ООН. Отделы цифровой дипломатии могут сэкономить время, автоматизировав генерацию постов в социальных сетях. МИДы могут использовать чат-ботов для автоматизации представления консульской помощи. Что еще более важно, дипломаты могут использовать способности условного чат-GPT анализировать огромное количество данных, например, для подготовки к переговорам. В общем, нас ждут значительные перемены в области образования. ИИ тоже здесь будет выступать с таким персональным рутинным помощником, как преподавателя учителя, так и студента-школьника. И может помочь написать связный текст, выправить грамотность и стиль, сделать транскрипт-видео или даже сформировать краткое содержание. Генеративный ИИ может выступать персональным коучем или тренером. То есть он может помочь выстроить стратегию успеваемости, карьерный путь, тренировать произношение иностранных языков, готовить к экзамену. Вот сейчас не пустые слова у меня, я просто делала обзор существующих программок на рынке. И эти программы на основе искусственного интеллекта, они уже существуют. И более того, их количество измеряется десятками в каждой сфере. ИИ может быть классным ассистентом. Он может помочь подготовить аргументы к дебатам. Есть инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют глубже погрузиться в какую-нибудь тему, объяснить сложный концепт простым языком. Есть много классных программ, которые позволяют сделать умный обзор литературы, то есть найти ключевых авторов по теме. Искусственный интеллект может быть классно применен для всяких креативных задач. Сгенерировать какое-нибудь изображение для разных целей в процессе обучения тоже можно. Преподавателям искусственный интеллект освободит частично от столь нелюбимых нами методических задач. Уже сегодня с помощью ИИ можно создавать шаблоны уроков, можно обновлять литературу курсу. Тут надо быть пока внимательным и перепроверять, потому что чат-GPT любит еще немножко придумывать и генерирует в том числе несуществующие статьи. Очень классно, что можно использовать ИИ для генерации различных примеров, кейсов курсу. Больше не надо ломать голову. Мне это вообще очень нравится. ИИ может создать слайды, может разработать экзамены. Особенно хорошо он себя проявляет в создании разных квизов, тестов. Может помочь произвести оценивание. И в целом его используют даже для создания мини-учебных пособий и курсов. То есть, безусловно, ИИ можно использовать для повышения вовлеченности студентов в обучение. Есть всякие интерактивные инструменты для работы в командах, создание дополненной реальности, интерактивные доски. И преподаватель, если сильно устал от постоянных повторяющихся вопросов студентов, может предупреждать чат-бот, отвечать на них. Много разговоров идет о персонализации обучения с помощью ИИ. Мне кажется, это очень классная история. Потому что есть инструменты ИИ, которые помогают подстроить курс под разные уровни подготовки обучающихся. Тесты тоже можно создавать персонализированные. Наконец, ИИ может позволить даже дать персонализированную обратную связь каждому студенту. Конечно, идет много споров об этике применения ИИ в образовательном процессе. Я в том числе уже в них участвую. Существуют отдельные программы по типу антиплагиата, которые позволяют отследить применение ИИ, например, на сгенерированный текст. Но я думаю, что нам не следует запрещать его в большинстве случаев. На что бы я направила усилия? Это бы на то, чтобы развивать критическое мышление в условиях революции генеративного ИИ. Учила бы по-умному использовать инструменты ИИ, допустим, улучшать их результаты, находить ошибки. В общем, заниматься в том числе промт-инжинирингом в своих областях. Не стоит забывать, что помимо текста, чат GPT умеет писать код. Поэтому сейчас много разговоров и шуток про программистов. Но важно понимать, что на уровне решения бизнес-задачи это пока лишь кусочек кода, который может помочь программисту или бизнес-аналитику ускорить решение какой-нибудь задачи, но не сделает пока все за него. То есть, в принципе, код Ранджуна в чат GPT уже может лишить рабочего места. Но чат GPT ему далеко до мидла, а тем более до умудренного опыта архитектора системы. Но чат GPT уже активно использует для создания приложений. Вот к этому здесь вторая картиночка с такими шутками. Появится много профессий в сфере промт-инженерика, которые мы с вами уже упоминали. Вполне возможно, что многие из действительно ценных представителей профессии, которые бьют нейросети, станут их тренерами. Но для этого нужно будет освоить методологии передачи опыта. Читали ли вы Айзека Азимова? Я робот и тому подобное. Кто может сказать, о какой профессии будущего он говорил еще в середине прошлого века, когда публиковал свои книги? Ну, а если не читали, то можно попытаться догадаться. Напишите в чат или поднимите руку. Пока пишут, что не читали. Ой, я вам так завидую, что очень советую. Очень классные книги, интересные, научная фантастика. Он родился в Смоленской губернии, потом переехал в США, потом он считается американским писателем-фантастом. Ну, ладно, если рук нет, я вам всем очень советую, правда, почитать его книги. Есть одно предположение. Есть одно предположение. Учитель эмоциям. Класс. Молодцы, да. Действительно очень похоже на то, что я собиралась сказать. В своих произведениях Айзек Азимов предсказал появление психологов для диагностики, анализа и выявления схожих паттернов в поведении у робота, то есть психологов искусственного интеллекта. В принципе, схожие идеи симуляционной психологии есть у Пелевина в книге «СНАФ», если кто читал. По факту Сура – это тоже генеративное ию в телероботах. То есть мы с вами сравнивали искусственный интеллект, точнее не мы, да, представители компании OpenAI, сравнивали ИИ с одаренным ребенком. В hard skills он превосходит всех взрослых, да, он гениален. Но вот в soft skills, как у многих гениев, у него как бы совсем не развиты. В hard skills, да, искусственный интеллект превосходит всех взрослых. Но вот в soft skills у него совсем не развиты. Он не понимает сложные контексты, у него не развита эмпатия, он не знает, как вести себя, чтобы как бы быть хорошим человеком. Например, если вы скажете, и покрасить стену, стену дома, да, на ней будет водопроводная труба, то он не будет знать, что ее надо аккуратно снять и потом повесить обратно. Он просто снесет ее, но покрасит стену. Поэтому он просто не знает этого, он выполняет свою задачу. Маляр бы никогда такого не сделал. И все эти премудрости человеческого поведения надо передать искусственному интеллекту, если мы хотим перекладывать на него как бы все больше и больше задач. То есть речь идет о моделировании некого человекоподобного подхода при обучении нейросети, воссоздании soft skills. Но вот проблема в том, что это воссоздание soft skills, оно требует поистине космического объема данных. И вот тут мы подходим с вами к следующей нашей подтеме. Но перед тем, как перейти к ней, я хотела бы задать вам вопрос. Как вы думаете, почему Илон Маск купил Твиттер? Любые версии приветствуются как в чате, так и с поднятой рукой. Здорово, ждем, ребята. В смысле? Потому что мог. Так, первый ответ есть, и я думаю, в нем есть доля правды. Как бы честно сказать, правильного ответа я не знаю. Мы с господином Маском не знакомы. Но я имею все основания кое-что предполагать и поделюсь с вами тоже чуть позже. Чтобы покончить с ним и как раз-таки, чтобы обучать на данных искусственный интеллект, чтобы генерировать информационное поле. Да, вот опять же, чтобы выгружать все из Твиттера и обучать на этих данных, обучать искусственный интеллект и влиять на общество. Вот такой есть еще вариант заключения. Правильно. Молодцы, ребята. Я думаю, что все ответы правильные, но я как раз-таки хотела услышать про то, что он купил очень большой датасет данных для обучения своей модели. Как и то, почему он всех-то просил притормозить обучение, и чтобы поскорее его догнать. Вот сейчас идет гонка за данные, потому что чем больше человеческих данных, в первую очередь из социальных сетей, тем больше шанс создать человекоподобный искусственный интеллект. Да, именно поэтому Илон Маск, купив Твиттер, быстро закрыл возможность его парсить, то есть скачивать посты автоматически в больших объемах данных, что делали многие ученые, в том числе я. Сейчас я оказалась без этих данных. С точки зрения международных отношений, проблема состоит в следующем. Доступные ресурсы для обучения сильного ИИ существуют только у развитых стран в большинстве случаев. То есть у транснациональных корпораций, даже я бы сказала, больших компаний, обладающих колоссальными объемами данных. Поэтому мы вновь можем говорить о колониализме, в этот раз о цифровом колониализме или колониализме данных, или колониализме искусственного интеллекта. Индустрия ИИ не стремится захватить землю, как это делали конкистадоры, но в то же время стремление к прибыли побуждает их расширить свое влияние. Чем больше пользователей компания может привлечь для своих продуктов, тем больше субъектов она может, грубо говоря, иметь для своих алгоритмов, тем больше ресурсов, данных она может извлечь из их действий. Вот, к примеру, в Венесуэле, где сейчас разрушительный экономический кризис, компании по разметке данных нашли дешевую рабочую силу. Есть два хороших документальных фильма, которые я всегда советую. Это социальная дилемма и новая корпорация. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Они частично тоже затрагивают эту тему. В условиях тенденции, в условиях этих тенденций, речь может еще идти о регионализме данных, то есть регионализме генеративного искусственного интеллекта. Вот я предлагаю посмотреть на эти две карты. У нас есть некие тенденции, как мне кажется, в стиле столкновения цивилизаций Хантингтона, которые с левой стороны. Хантингтон, американский ученый, политолог, еще в 96-м году прошлого века прогнозировал, что основные разломы, конфликты в мире будут проходить по линии культур и цивилизаций. И он выделял 9 таких крупных цивилизаций. Вот на правой картинке получается поменьше. Это карта, какая социальная сеть больше всего используется в каждой конкретной стране. Здесь тоже похожие контуры, просто поменьше цивилизации, так скажем, поменьше культур. Есть еще перекос с точки зрения использования поисковиков. То есть, понятное дело, что на рынке доминируют американские, китайские, российские поисковики. Очевидно, что китайский чат-бот Ernie компании Baidu будет лучше обучен на китайском суверенном интернете, нежели американский. Просто потому, что уже давно существует фаервол. Аналогично с этим в России, да, у Яндекса или у Сбера есть преимущество в сборе данных на русском языке. Собственно, релиз Яндекс.ГпТ в мае этого года это подтверждает. Вот эта диаграмма в центре показывает процент веб-сайтов, использующих различные языки контента. Она построила на статистике с браузеров Google Chrome, так что здесь может быть небольшой перекос, но в целом посмотрите, насколько английский язык используется больше, больше, да, то есть более чем на половине серверов в мире. Простите, на половине веб-сайтов в мире. Вот, статистика по китайскому языку здесь чуть более полутора процентов. Вот, так что русский язык, кстати, на третьем месте, вот может поэтому чат-гпт так успешно на нем генерирует текст. В общем, все GPT совершенно естественно обучаются на всем доступном, но в гонке искусственного интеллекта, сейчас я рано перешла, не договорила еще, в гонке искусственного интеллекта есть три масштабных ограничения. Первое ограничение — это железо, его буквально не хватает, поэтому GPT обучен на данных 2021 года и смещен в английский язык, да, потому что остальные языки ему меньше нужны. Под железом подразумеваются графические процессоры, GPU, на рынке есть монополист, да, это американская компания NVIDIA, мировой монополист в области графических процессоров, вот, а силы у них из Тайваня. Выводы можно сделать каждый сам, да, насколько тяжело некоторым странам получить доступ к этим процессорам, какие санкции накладываются. Второе ограничение — это лицензия. Сейчас идет гонка за лицензирование контента. Да, все бросились скупать данные, все бросились выпускать на них лицензии. К примеру, ну, кто купит лицензии, да, на данные Reddit, на которых обучался чат GPT, или выдаст ли Reddit лицензию Яндекс.GPT, да, я сильно сомневаюсь. То же самое в обратную сторону. И последнее ограничение заключается в том, что не все есть в интернете, да, огромное количество физических данных во всем мире не было оцифровано. К примеру, там миллионы книг на разных редких языках, да, которых так не хватает вот в этом графике посередине. Вот это уникальный контент для обучения LLM-ок, и началась гонка за цифровку его, да, сразу под лицензиями. Вот, теперь следующий слайд, на который я уже пыталась переключиться. Помимо реалии этой технологической гонки, мы также не должны забывать о том, что меняется модель получения информации. Мы не понимаем, как дальше это будет разворачиваться, но чат GPT дает неплохие выжимки по интересующим запросам. Но теперь не надо ковыряться в ссылках Google или думать, доверять, не доверять Википедии. Чат GPT тебе выдаст ссылочки, на которые он ссылается. Вот, ну и в целом выдаст любой ответ, который ты ему, который ты у него попросишь, да, уточнит все подробности и так далее. Исследования ученых из разных стран показывают, что в мире нарастают тенденции поляризации внутри разных обществ и в целом между государствами. Как принято говорить, мы живем в турбулентное время. Поляризация – это отклонение политических взглядов как бы от центра к идеологическим крайностям. То есть легче всего это продемонстрировать на внутренней политике США, да, на протяжении 20 лет демократы и республиканцы, как вы видите из графика, все дальше и дальше отодвигались друг от друга, да, по своим взглядам. И вот сейчас появился чат GPT. Первое время он сильно критиковался республиканцами, потому что выдавал ответы более схожие со взглядами демократов. Например, он писал меньше критики о Байдене, чем о Трампе. Вот здесь можете посмотреть, что, да, показано, как Байден, он пишет поэму, Трампу отказывается. Но это как бы уровень внутренней политики. Да, как сделать так, чтобы ответы генеративного ИИ устраивали все сегменты общества, да, и надо ли это делать. На глобальном уровне эта проблема проявляется еще сильнее, к сожалению. Да, здесь у нас есть тенденция сплинтернета и фрагментации цифровой реальности. Сплинтернет – это превращение глобальной сети интернет во множество локальных сетей, границы между которыми устанавливаются искусственно, да, на уровне национальных законодательств, государственного регулирования интернета. Я думаю, вам уже на лекциях много про это рассказывали. А фрагментация реальности вытекает отсюда же, и она связана с информационными войнами, да, с нарастанием напряженности в информационной сфере, что, в общем-то, что каждый пытается выстроить некую свою картину мира. Вот, и есть все основания полагать, что, допустим, китайский чат-бот Ernie и американский чат-GPT могут выдавать, ну, различные ответы о причинах, к примеру, американо-китайской торговой войны. Потому что помимо глубокого обучения, да, есть, как мы помним, обучение с подкреплением на основе обратной связи от людей. То есть, если обучение ИИ – это воспитание ребенка, то насколько сильно оно будет зависеть от национальных особенностей, да, не будут ли новые эхо-камеры и пузыри фильтров в международных отношениях намного мощнее, тем те, которые у нас и так есть сегодня, хоть они немножко дырявые, но все равно. Вот как бы это линии технологического противостояния, которые вырисовываются в мире. Ждет ли нас конструктив, да, как говорил Брокман, помните, с цитаты, с которой мы начинали, мировое сообщество будет определять технологии. Ну, в этой сфере тоже есть подвижки. Самым большим достижением в сфере глобального регулирования ИИ можно считать первое в истории заседание Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту, в ходе которого генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш поддержал предложение о создании отдельного органа по управлению ИИ, по примерам АГТ. То есть первым этапом станет созыв Консультативного Совета Высокого Уровня по искусственному интеллекту, который до конца этого года должен представить докладов о глобальном управлении ИИ. Так что, кому интересно, могут следить, вот будет ли успешным этот проект, пока представляется неизвестным. В целом, на этом я хотела бы закончить. Благодарю вас за внимание. И уверена, что нам есть что обсудить. Первый вопрос я как раз обсуждал со своими коллегой, более возрастной, феномен, да, чата GPT и так далее, нейросетей. И он бросил такую фразу, что нейросети сделают человечество тупыми. Вот, что оно, что нейросети и все, в принципе, генеративные модели заставляют человека переставать думать. На что я ответил, что, скорее всего, нейросети – это такой своего рода кудвин. То есть, если тебе нужен мозг, он тебе даст мозг. Если тебе нужен, там, нужно сердце, да, даст сердце. Если тебе не нужно думать, он, собственно, и даст тебе возможность не думать. И вот как вы считаете, вот все-таки нейросети – это, для человечества, шаг вперед, или будет, наоборот, только ему во вред? И второй вопрос. Что же я хотел спросить-то? Да давайте пока. На первый вопрос. Хорошо, давайте я отвечу на первый. И мы оставим, наверное, еще другим ребятам возможность задать вопрос. Никита, спасибо за классный вопрос и сравнение с Гудвином. Мне очень понравилось. Я такого еще не слышала. Я разделяю опасения профессора. Но, конечно же, здесь не стоит обобщать, что все человечество станет вдруг резко тупым. У нас есть риски того, что какие-то люди больше подхватят эти технологии и как бы запрыгнут на эти возможности и потом решат, что, собственно говоря, зачем всему остальному человечеству предоставлять такие же классные возможности. То есть то, что иногда рисуют в разной научной фантастики, где есть какие-то сверхлюди, которые обладают всеми технологическими новинками и так далее. А есть большое какое-то население, которое не имеет к ним доступа. Вот мне кажется, такие риски есть. Но, опять же, будем надеяться, что это все будет регулироваться. И, в общем-то, подвижки в этом плане есть. И в целом мы надеемся на человечество. Собственно говоря, почему мы так сразу о нем плохо думаем? Может быть, наоборот сейчас. Может быть, мы можем говорить о том, что сейчас все слои населения там резко обучатся с помощью генеративного искусственного интеллекта, который будет адаптировать под них сложные программы образования, которые раньше казались им недоступными. И все человечество станет более таким конкурентным между собой. Но вопрос действительно интересный, никто не знает, я думаю, как будет. Да, пока еще могу сказать от себя, вижу по своим дипломникам. Я им не запрещаю пользоваться, но рекомендую пользоваться с умом и перепроверять. Ребята, кстати, не помню, кто писал на нашем курсе, что ответ искусственного интеллекта помогает справиться со страхом чистого листа и помогает уже дальше развить мысль. То есть такой был интересный ответ. В чате, на самом деле, посмотрела очень много переживаний по поводу истории с фантастикой, что скоро ей выйдет из-под контроля, как скоро это произойдет, как вы думаете, Анна, стоит ли нам беспокоиться. Мне кажется, мы немножко это уже сегодня обсудили, когда обсуждали вот этот мысленный эксперимент с черной коробочкой. В общем-то, я разделяю все те три ответа, которые прозвучали, считая, что если делать это все постепенно контролируемо, то рисков быть не должно. Но опять же, мы никогда не знаем, какие черные лебеди нам уготовлены. Да, вот был вопросик из чата. Насколько все же универсальный искусственный интеллект в рамках разносторонности? То есть это байка или нет, вообще забегая вперед в вопросе, что не стоит использовать искусственный интеллект из одной сферы для применения там в рамках другой. То есть натасканный на финансах искусственный интеллект бесполезен для медицины. Так ли это? Вот по вашему опыту стоит ли использовать только узкоспециализированные? Или вот он на самом деле универсальный тот же счет GPT? Ну, мы сейчас говорим просто о разных моделях. Есть узкоспециализированные модели, обученные конкретно для областей для медицины, для юриспруденции и так далее. Есть вот эти большие лингвистические модели, которые обучены просто на всех данных этого мира, грубо говоря, на всем интернете. И они уже используются для других задач обобщения. Но они подходят и для узкоспециализированных тоже, потому что, скорее всего, какие-то данные там были. То есть просто, я думаю, здесь надо смотреть вот в каждой конкретной области. Сможет ли вот эта LLM-ка большая, типа ChatGPT, помочь в этой области? Или надо дообучать модели? Сейчас вообще есть классные разработки в области вот таких вот LLM-ок, но с открытым исходным кодом. Да, то есть их предлагают использовать вот конкретно для нужд компаний. Да, то есть говорят... Есть куча стартапов, да, которые говорят, вот давайте мы вам дадим классные модели, вы как бы на своих данных ее обучите для своих целей, мы вам с этим поможем. То есть вот это вот может быть одним из таких хороших вариантов, да, для компаний, для узкоспециализированных областей. Ну да, это зависит, наверное, от тех данных, которые были скормлены. Если не совсем общие, то это будет обо всем понемножку. Если мы говорим про какую-то специализированную, то тут же медицину. Естественно, обучалась только на медкартах и похожем. Да, абсолютно с вами тут согласна. Давайте вопрос Ярославной послушаем. Во-первых, большое спасибо за лекцию. Ну и, собственно, вопрос. В ходе повествования затрагивалась тема использования генеративного искусственного интеллекта в образовании. И раз уж на генеративный искусственный интеллект в какой-то степени переносят функцию формирования образовательного контента, то к чему это приведет? К тому, что роль преподавателя начнет трансформироваться, ну, скажем, в сторону, точнее, организатора творческого процесса, да, в ходе использования этого контента. Или, напротив, будет повышаться востребованность все-таки индивидуальной педагогической работы на основании коммуникации преподавателей и студентов, так как, ну, допустим, отрицательное влияние генеративного искусственного интеллекта будет превалировать. Спасибо. Классный, да, тоже вопрос про образование. Мы все-таки не говорим о том, что генеративный искусственный интеллект полностью, да, как-то изменит образовательный процесс. Скорее всего, он, как и в других профессиях, да, возьмет на себя те функции, которые, в общем-то, шаблонные. Вот, там, допустим, никто не любит создавать учебные программы. Это может сделать генеративный искусственный интеллект или подобрать литературу к курсам, да, или сгенерировать какие-то тесты. Скорее всего, базовая модель, да, там, что вот есть некий преподаватель и есть студенты, она не изменится, да, но мы увидим, что будут какие-то изменения с точки зрения именно того, что вот генеративный искусственный интеллект может быть таким вот классным посредником между преподавателем и студентом, который будет помогать сделать это обучение более эффективным. Ну, по крайней мере, я так надеюсь, да, в том числе с помощью там персонализированного обучения. Вот, надеюсь, ответила на вопрос. Но я не вижу рисков того, что генеративный ИИ там как-то убьет образование. Я надеюсь, он наоборот сделает его более доступным. Может быть, я такой технооптимист в этом плане. Но вот мы в СПБГУ сейчас собрали, собрана рабочая группа, да, и мы думаем о том, какие инструменты можно вот применять, чтобы именно повышать эффективность процесса образования. То есть никто не заменяет преподавателей, студентов, модель пока никто не заменяет. Спасибо. Да, у нас в СПБГУ тоже мы вообще говорим о том, что преподаватель — это наставник, да, скорее. То есть мы можем дать нужную литературу, можем скорректировать и проверить уже там в рамках персональной траектории развития. И как раз вот этот вопрос был в чате про подход в России и в СПБГУ, опыт СПБГУ в частности. как, известно ли, собираются ли тоже СПБГУ решать эти вопросы связанные с тем, что студенты при написании статей и работ выполняют это все в рамках своих работ, пользуются искусственным интеллектом. Да, да, генерируют, короче. Как все-таки позиции СПБГУ как-то мониторить, будете ли ограничивать, и как вот ваша все-таки политика в этом плане? Я точно не могу ответить за СПБГУ, и ни в коем случае сейчас его не представляю в этом плане. Да, я знаю, что уже собираются там некие совещания, но они пока в процессе таких конференций, да, вот где ученые, допустим, на философском факультете, я видела, была недавно, да, встречи, где обсуждалась этика использования ИИ, в том числе, там, можем ли мы генерировать текст с ним, насколько это этично. Вот, то есть идут дискуссии, решения какого-то конкретного нет, да, я надеюсь, что в следующем году мы придем к какой-то конкретной рамке. Если говорить о моем конкретном мнении, да, опять же, я не говорю за все СПБГУ, я считаю, никуда мы не убежим от этого, да, и все равно, даже если придумать какие-то программки, ну, они есть, да, по типу антиплагиата, которые отслеживают применение искусственного интеллекта, в том числе для генерации текста, студенты научатся, как обойти эти программки, тоже появятся еще другие инструменты, то есть, как бы, зачем вот нам вот эта вот, как бы гонка между самим, ну, друг другом, да, надо, мне кажется, будет только отвлекать от образовательного процесса, мне кажется, вместо этого можно придумать, как сделать занятия и вместе преподавателю и студенту рассуждать о том, как использовать генерацию текста для написания классных работ, да, ну, потому что генерация текста на сегодняшний день это не финальное, хорошее эссе, да, это лишь вот некий среднее по больнице, что можно собрать на данных до 2021 года, как бы на секундочку, да, есть много, что можно уточнить, да, с помощью промт-инжиниринга улучшить, например, свое эссе, можно найти ошибки в нем, да, можно как-то лучше его структурировать, мне кажется, надо как-то двигаться вот в этом направлении, просто придумывать какие-то классные штуки, как применять, как научить пользоваться, как правильно задавать вопросы, это тоже важно. Да, да. Александр, ваш вопрос. Да, большое спасибо вам за лекцию, вот мы обсудили на ней по большей части то, как искусственный интеллект влияет на общество, но я бы хотел немного поменять местами эти два слова и обсудить именно то, как общество влияет на искусственный интеллект, ведь общество, собственно, производит данные, на которые искусственный интеллект обучается. Ну, еще если мы воспринимаем его как угрозу, то, возможно, искусственный интеллект будет вести себя как угроза. Так вот, мой вопрос в чем? У кого сейчас больше влияния у общества на искусственный интеллект или у искусственного интеллекта на общество? И возможно ли, что ситуация изменится в будущем? Спасибо, Александр. Классный вопрос. Я бы уточнила его таким образом, что кого конкретно в обществе мы имеем в виду и в какой конкретной стране. Да, конечно же, сейчас искусственный интеллект в руках конкретных людей. Либо это компании, как в случае OpenAI, конечно же, они подотчетные правительству США. Их уже несколько раз, по-моему, один точно приглашали в Конгресс, чтобы там отвечать на все такие скользкие вопросы, которые интересует общество. То есть в целом они подотчетные обществу, но закручивают надстройки все равно они. И здесь вопрос как бы в том, насколько вот эти технологические компании, которые создают разные системы генеративного искусственного интеллекта по типу GPT, будут прислушиваться к правительствам своих стран. Да, есть ощущение, что в Китае, в России они будут как бы больше прислушиваться по понятным причинам. Например, в Америке вообще вот эти все технологические компании, их еще зовут, вы знаете, наверное, технологическими швейцарами, что они как бы сами, как государство в государстве, да, их сложнее зарегулировать. Но я думаю, что все равно как бы контроль какой-то, подотчетность, да, будет. Они сами, в общем-то, боятся сделать что-то не так, чтобы потом еще много сложностей у них было. Вот, так что я бы ответила все-таки технологические компании, подотчетные правительства, а правительство еще, еще вопрос о том, насколько, да, правительство слушает общество. Вот, это тоже может зависеть от каждой конкретной страны. То есть такой-то как бы круговорот. Но точно не искусственный интеллект нами всеми управляет. Нет. Да, почему-то ребята переживают, что искусственный интеллект вообще это не инструмент, да, то есть это способ анализа, в том числе и каких-то больших данных. Вот такой был вопрос в чате. В каких отдельных областях политических наук и международных отношений, в частности, вы вот видите, что можно использовать большие данные искусственного интеллекта, кроме как в анализе сетей и готовых экономико-социологических показателях? Во всех? Не, ребят, ну, правда, как бы сейчас такого рода модели используются, ну, практически, да, там, в каждой науке. Просто зависит от задач, которые перед собой ставят. Есть очень много разных лабораторий в мире, которые специализируются на конкретных разных задачах. Я правильно поняла вопрос? Если не социальные сети, то что? Да, где еще можно использовать? Есть, допустим, геопространственный анализ. Вот в МГИМУ активно развивается школа геопространственного анализа, сбора там больших данных по географии, по статистике, и вот анализ, да, в общем-то, вот любые физические данные, да, их можно собрать и проанализировать. Любые тексты, любые там картинки, любые тенденции, землетрясение прогнозируется тоже. Вот, не только по данным, ну, понятно, что не по данным социальных сетей. Так что в целом, вот точно везде, знаете, как можно сделать? Открыть Google Scholar, ввести вот область, которая вас интересует, и плюс там что-нибудь типа machine learning или там, ну, каких-то там, или искусственный интеллект, и увидеть, сколько всего уже написано учеными на эту тему, да, и как это применяется. Я всегда так делаю. Искусственные народные свидания, задача классификации, прогнозирование, анализа большого объема данных, там не одна задача, и, в принципе, это, опять же, инструмент, который вы можете применять в рамках своей работы. То есть не всю работу написать, мы не говорим только про GGPT, да, это как раз-таки присоединяюсь, да, присоединяюсь к вашему ответу, Анна, очень рада, что вы разделяете мою позицию тоже. Никита, пожалуйста, ваш вопрос. Никита, вспомнили второй вопрос. Да, я вспомнил, да, я, к сожалению, не нейросети, я не умею запоминать так быстро. У меня такой вопрос. Сейчас много идет как раз разговоров, это вот в тему слайда о республиканцах-демократах, о том, что нейросеть, она может связана быть с дискриминацией. То есть, например, есть простой пример, генерировали, например, через Меджорни запрос воровство во время Черной пятницы, где были одни сплошь чернокожие люди, которые воровали товары. Вот. Или дискриминацию половому признаку. Там в том же TED Talks был пример о том, что генерировали запрос на «подбери мне работу», и там для мужчины был один набор, а для женщины была еще добавлена мода. И тоже в этом увидеть дискриминацию. И вопрос, может ли быть искусственный интеллект, связанный с дискриминацией, может ли у него быть вообще такой подход? Потому что, по моему мнению, искусственный интеллект, он подстроен только на статистических данных. То есть, он именно берет наиболее вероятный какой-то момент. И, например, мне кажется, вот пример с демократными республиканцами, это что-то, было какое-то вмешательство извне. То есть, вручную какие-то стояли ограничения. И, собственно, у меня вот такой вопрос, да, может ли вот все-таки искусственный интеллект быть по-настоящему связан с дискриминацией? Спасибо, Никита. Классные примеры привели, тоже очень полезные, я считаю. Ну, как мы видим, может, потому что Трампа он дискриминирует явно, и поэму ему не хочет писать. Да, здесь классическая история с обучением искусственного интеллекта, что зависит, да, от данных, на которых он обучается. Были истории, вот когда обучали беспилотные автомобили, или, нет, не беспилотные автомобили, когда обучали системы вот эти безопасности, которые подушки безопасности выкидывают, да, что они лучше спасают мужчин, чем женщин, просто потому что обучали их на мужчинах. Вот. Та же история с данными для обучения генеративного искусственного интеллекта. Я не думаю, что, скорее всего, проблема с Black Lives Matter, да, не в том, что там меньше контента афроамериканцы публикуют, а в том, что очень много вот именно негатива было, видимо, какого-то в интернете, и он на этом обучился. Да, но все это регулируется вот этими reinforcement learning with human feedback. То есть вот это вот поэтому я очень акцентировала на этом внимание, да, что ключевой момент, который будет определять, как дальше будет развиваться обучение генеративного искусственного интеллекта, это как его будут дообучать. То есть вот после этого глубокого обучения на всех данных в интернете, дальше ему могут отрегулировать настройки и просто сказать, что вот такие ответы, да, где вы дискриминируете, допустим, афроамериканцев, они неправильные, и он больше не будет их выдавать, да, несмотря на то, что где-то внутри, вот помните эту картинку с монстром Франкенштейном, да, она вот так и будет оставаться где-то внутри, но он просто перестанет генерировать такие ответы. Да, нам нужны операторы искусственного интеллекта. Это одна из профессий будущего, вроде как, читала об этом. Вот такой был вопрос. Как вы, как исследователь твиттера, твиттер-дипломатии, справляетесь с нынешним барьером? Вот вообще в целом как раз-таки это тема, которую поднимали за гонки данных для искусственного интеллекта и закрытием. Что вы делаете, какой вы выбираете путь? Спасибо, что ознакомились с моими исследованиями или сделали вывод так из того, что я сказала. Да, действительно, мы столкнулись с проблемами. Слава богу, мы сейчас еще делаем исследование на том датасете, который мы успели скачать за миллионы данных. Вот нам его как бы хватает. И там при желании еще 10 лет можно на нем делать исследование, но просто не хочется уже, как бы вот он поперек горла стоит. Как я планирую с этим справляться? Ну, во-первых, у Твиттера все еще есть доступ для ресерчеров, да, там можно подать на ресерчер и, ну, как бы вот в его API, да, Application Programming Interface, то есть вот для открытой штуки. Можно оставить запрос, что ты исследователь, там какую-то справку прикрепить, и тебе вот Твиттер либо даст доступ к данным, опять же, не всем, да, то есть каким-то небольшим выборкам, которые нужны для исследования или нет. Вот мои коллеги из МГИМО не дали доступ, я еще не подавалась, честно говоря, мне страшно, я не знаю, откажут или нет. Вот, я планирую справляться с помощью существующих инструментов, уже со встроенной аналитикой социальных сетей. Слава богу, таких много существует, Твитталайзер, Твиттонами, Попстерс, много-много их есть. Вот, надеюсь сделать, вот мы сейчас пишем статью, как раз-таки, где в исследовании цифровой дипломатии рекомендуем использовать инструменты уже со встроенной аналитикой, классными метриками, потому что не всегда нужно писать самостоятельно код, да, в общем, революция искусственного интеллекта помогает нам оставаться гуманитариями, да, и не умирать, попытаясь вникнуть во все премудрости создания сложных моделей. То есть пока ссылки на GitHub у вас нет? Нет. Или я тоже спрашиваю? Нет, я работаю с программистами. То есть фишка, да, фишка в том, что вот мы работаем командами всегда, и это очень здорово, да, когда в команде есть специалист по, там, программированию, и есть человек, который специалист в своем поле, я считаю, что это вот классный опыт, во-первых, коммуникации, да, у вас разные специализации, разные взгляды, вам интересно тоже узнавать что-то друг от друга в процессе совместной работы. И все, на самом деле, ведущие мировые лаборатории в области, там, анализа данных, они работают вот на стыке в междисциплинарных областях. Да, здорово. И вот последний вопрос, который я выделила прям из общих, ну, на многие вы уже ответили ваши лекции, они просто параллельно приходили с подачей материала. Все-таки вот ваше мнение по поводу фрагментации. Девушка как раз у нас из Китая, она как раз и спрашивает, как вы думаете, все-таки приведет ли это к применению искусственного интеллекта, к большей изоляции Китая от остальных, вот как раз относится к тому слайду, который вы говорили по поводу разности искусственных интеллектов, ну, приложений искусственных интеллектов, скажем так? Мы не знаем, потому что пока что интересно, да, что, допустим, американские чат-боты, они не имеют доступа к китайским там данным, потому что они давно уже закрыты в большинстве своем. Но китайские чат-боты имеют доступ все еще ко всем данным в сети, да, то есть их можно просто из открытого доступа наскрепить, то есть скачать автоматически. Вот, поэтому, может быть, мы увидим, что, ну, я читала там последние новости, что они показывают неплохие результаты, и вроде как чат GPT этот термин даже в чем-то побеждает, да, когда им устраивают какие-то соревнования. Вот, так что я не думаю, что это будет прям сильная какая-то разница, да, принципиально, я думаю, все будет работать похоже. Просто, ну, вот как и сейчас, да, у нас есть разные щекотливые моменты, которых там в разных странах используют просто разные термины, да, и вот эти чат-боты тоже будут обучены использовать их. То есть главное, да, не сказать какое-то неправильное слово, вот как у нас не принято. Вот это может быть. Ну, и зависит еще от того, как страны зарегулируют вот этот генеративный искусственный интеллект. Сейчас все боятся их зарегулировать, потому что боятся проиграть гонку. Больше всех пока зарегулировала Европа. Ну, понятное дело, европейцы они такие. Я вижу, что в чате спрашивают программисты с факультетом международных отношений нет. У нас нет программистов, к сожалению, были бы. Да, я бы с удовольствием поработала. Да, мы работаем с межфакультетскими, ну, то есть там, допустим, с факультета программирования, математики, да, с ПБГУ, или вообще я работала с программистом, да, специалистом по машинному обучению из МГУ. Вот, и МГИМО сейчас есть, лаборатория, да, которая активно работает с программистами из Российской Академии Наук. В общем, мы как бы друг друга находим на разных конференциях, посвященных вот именно междисциплинарных исследований. Знакомимся, а дальше завязываются какие-то проекты интересные. Здорово, нетворкинг — это наше все. Да, да. Вот еще одно буквально. Может, сейчас тоже нетворкинг какой-то завязывается. Вот видите, если что, вы знаете, да, что меня всегда интересует какой-нибудь классный, интересный проект, сотрудничество, вот, так что пишите. Это классно, это классно. И вот вопрос еще один по поводу безопасности. Ребята, вот, да, два раза поднимали, чуть-чуть не пропустила. Как вы считаете, есть ли риск для безопасности вообще данных или утечек с применением этого инструмента искусственного интеллекта? Или мы просто говорим по какой-то отдельный инструмент анализа как математический алгоритм? Ну, тут я не совсем поняла вопрос, наверное. То есть, как бы, риск того, что, да, компании, которые занимаются разработкой в этой области, они собирают много данных, да, и вот утечек оттуда. Ну, конечно, такие риски есть, как и в других областях, где хранятся данные, да, вопрос того, как они хранятся. Я надеюсь, сейчас уже все, вот, недавно я слышала, была большая утечка из этого Элит, в общем, приложения с книгами, да, которые у нас, Литрес, по-моему. Вот, то есть там все, и пароли, и скачали, да. Да, Литрес в чате подсказывает. Спасибо. Ну, как бы, да, зависит от того, насколько все это будет хорошо храниться. Я надеюсь, что, в общем-то, поскольку компании — это самые ведущие технологические игроки, ну, наверное, у них все хорошо с головой, они будут нормально их хранить. Но зависит еще от того, как хакерские возможности будут развиваться. Тут тоже все довольно непредсказуемо. Хакеры такие талантливые люди, в общем. Да, тут вопрос не в самом искусственном интеллекте, да, это опчерос, это пока только инструмент. А вопрос вот смежный, да, как хранят данные, как их собирают и откуда собирают. Да, все. Со всего интернета, да. Да, да, а там мы знаем, что там много что есть. Не, ну, есть классные диаграммки, которые прям, ну, вот у меня они есть, которые показывают именно, на чем обучен чат GPT, да, то есть там какой процент, это самый большой процент, да, там это со всего интернета, какой-то там процент только Reddit, какой-то там Google Books. Ну, то есть вот как бы их просто найти настолько легко, что я не стала на них сегодня отдельно как-то останавливаться. таким образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok